Всем привет! Сегодня мы делаем быстрый трест номер 11, Pre-Intermediate, книга English File. Начинаем. Итак, с чего мы начнем? С грамматики. Grammar. Tick A, B, O, C to complete the sentences, чтобы заполнить предложение. We might. Might означает, возможно, 60% уверенность, примерно. We might have pizza later. Здесь уже ответ стоит, то есть, возможно, мы покушаем пиццу позже. Later означает позже. Later. Можно сказать, например, see you later. Увидимся позже. We might have. После модального глагола might не используется to, используем have, поэтому to здесь не подходит. И после модального глагола might, can, must, should, мы не можем сказать having. Просто вот так взять и сказать having. Нельзя. Поэтому будет have. Number one. Take a sandwich because you get hungry. Возьми сэндвич, бутерброд на нашем языке. Because you, потому что ты можешь проголодаться. Get hungry. Помните get слово. Я постоянно акцентирую ваше внимание на этом слове. Это сложное слово. Означает становиться, делаться, получать, доставать. Get hungry. Это проголодаться. Стать голодным. Становиться голодным. Get hungry. Get tired. Устать. Get married. Жениться. Get drunk. Напиться. И так далее. Take a sandwich because you might, might not, should get hungry. Мы выбираем между might и should. Should означает следует. Следует. Вам следует сделать это. Следует это мы используем тогда, когда даем кому-то какой-то совет. Should. Но здесь мы делаем как бы небольшой, это не совсем прогноз, да? Предположение. You might. Возможно. Возможно. Это не факт. Это 60-процентная уверенность, когда используется might. You might to not like the film, not to like the film, not like the film. It's very long. Возможно, вам не понравится фильм, потому что он слишком длинный. You might not like the film. You might not like the film. Вот так именно будет. You might not like the film. Здесь нельзя использовать don't. Да, don't здесь не используется. Might not самый правильный вариант. To не используется после might. Not to. You might not to like. To не используется здесь также. You might not like the film. You might not like the film. Запомните эту конструкцию. Might not like. Might not like. Might not have. Might not take. Number 3. He used to play football. He used to play football. He used to play football when he was young. Здесь у нас конструкция, которая показывает прошедшее время used to. И мы должны использовать именно ее. He used to play football when he was young. Он раньше играл в футбол, когда был молодым. У нас есть намек на прошедшее время. Это воз. И used to означает то, что действие происходило в прошлом, но сейчас оно уже не происходит. То есть эта конструкция used to показывает контраст между прошлым и настоящим. Контраст в плане действия и в плане, может, также в плане состояния. То есть раньше у меня была машина, а сегодня, ну, сейчас нет машины. Как мы скажем? Мы скажем I used to have a car. И будем переводить, как раньше у меня была машина. I used to have a car. I used to have a car. Used to. Used to. И запомните, пожалуйста, что буква D читается как звук T. I used to. 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 I used to have a car. I used to have a car. He used to play football when he was young. Number 4. I don't used to like public speaking, now I love it. Опять контраст между прошлым и настоящим. I didn't used to like public speaking, and I didn't used to... Вот смотрите, когда вы произносите used to, used to, так как вот последняя буковка D именно в этой конструкции произносится как звук T. T. Used to. Used to. То здесь мы слышим звук used to. Used to. Used to. I didn't used to. I didn't used to. То есть вот если мы это прочитаем и это прочитаем, звучит все одинаково. Но нужна ли нам буква D здесь? Или не нужна? Вы говорите о прошлом. Правильно? Используете didn't. Но didn't у вас убирает окончание D и будет просто didn't used to. I didn't used to like public speaking, now I love it. I didn't used to like public speaking, now I love it. Okay, so here we're going to have B. I didn't used to like public speaking. Я раньше не любил выступать публично, на публику давать, толкать речи. Но сейчас я просто обожаю, я люблю это. I love it. I didn't used to, but I love it now, yeah? Говорим о прошлом, используем didn't used to. Конструкция used to. Специально такая конструкция. Еще раз напоминаю. Number 5. I wouldn't like to be famous. Я бы не хотел быть знаменитым. I wouldn't like, я бы. Еще раз вам напоминаю, что would это всегда можно переводить практически как b. Я бы не, я бы не. То есть я представляю, рисую себе какую-то другую реальность по состоянию на сейчас. Я бы не хотел быть знаменитым. I wouldn't like to be famous. Вот я там смотрю на некоторых людей и думаю, не хотел бы я быть знаменитым. I wouldn't like to be famous. Так, дальше. Но это не все еще, это диалог. Это еще идет диалог. I wouldn't like to be famous. Я тоже. Я тоже. Neither. То есть если вы соглашаетесь с отрицательным предложением, то вы используете отрицание, вот как, например, neither. Я тоже. У нас это я тоже как бы нет отрицания, а здесь, если у вас есть отрицание, not, то вы не используете здесь me too. Вы не можете сказать me too. Me too. Окей? Это не отрицание. Me too. То есть вам нужно согласиться с отрицательным предложением. Когда вы соглашаетесь с отрицательным предложением, здесь me too не пляшет. Нужно сказать neither would I. Почему neither would I? Потому что, смотрите, здесь neither would I у нас утвердительное предложение would I, не wouldn't. А отрицание в английском языке уже есть условие neither. Английский язык не терпит двойных отрицаний, поэтому правильный ответ будет be. Number six. We might buy. We aren't buy. We mustn't buy an electric car. We can't decide. We can't decide. У нас второе предложение. То есть мы не можем определиться, мы не можем решиться. И we might buy. We aren't buy. Aren't здесь нельзя так сказать, потому что у нас глагол делать, покупать. Если глагол делать, мы его отрицаем с помощью do, does, did, например. Won't. Если будущее. I won't buy. I don't buy. Я не покупаю. I didn't buy. Я не купил. Aren't используется, это глагол быть используется тогда, когда у вас в предложении только один глагол быть перед прилагательным, например. I'm happy. Are you happy? They aren't happy. Вот в таких случаях. Здесь обычно глагол do – делать, buy. Buy – это входит в группу глагола делать. Do. Есть глагол do – делать. Есть глагол be – быть. Есть модальные глаголы. Вот несколько групп таких больших глаголов. We might buy. Здесь будет правильный ответ. Почему? Потому что мы не решились, поэтому мы можем купить. Но мы можем и не купить. Mustn't – это отрицание. Здесь мы не говорим о отрицании. We mustn't buy an electric car. Мы не должны покупать электромобиль. Почему? Непонятно почему. We mustn't buy an electric car. Но второе предложение показывает нам, что мы просто не можем решиться. То we might buy. Возможно, мы и купим. Number seven. I love Indian food. Я люблю индийскую еду. So do I. So I do. Neither do I. It's delicious. Смотрите, здесь у нас положительное предложение. Плюсик ставим положительное. Здесь нет отрицания. То есть человек любит индийскую еду, а второй человек с ним соглашается. То есть я люблю индийскую еду. Я тоже люблю. So do I. So do I. Вот именно такое правильное. Будет такой правильный вариант. So do I. It's delicious. Я тоже. Не so. Ой, извините, пожалуйста. Я неправильно. So do I. Вот оно. So do I. So do I. Я тоже. So do I. So I do – так нельзя сказать. Neither do I – можно было бы сказать, если бы у вас предложение было какое. Вы не любите индийскую еду. Вы говорите I don't like Indian food. Neither do I. Я тоже. Neither do I. А здесь I love Indian food. Я тоже. So do I. We aren't sure, but we might to go away this weekend, will go away this weekend, might go away this weekend. Помните, might, can, could не используется to. Здесь не надо после might to ставить, поэтому эта конструкция не подходит. We aren't sure, but we will go away. We might. Возможно. То есть вы делаете предположение, что возможно мы куда-то уедем на выходных. Куда-то за город, например. То есть куда-то go away, уехать, уехать из города. Или с села, или куда-то. We aren't sure. Мы не уверены, but we might. Есть такая вероятность, поэтому используется прекрасный глагол might, который и показывает эту вероятность. Вероятность может быть там 50%, 60%. Возможно. Возможно. Might. Might go away. Также запомните фразовый глагол go away. Это уезжать куда-то из города на время, на небольшое, например, this weekend, на выходные. Weekend – это единственное число здесь, но он, weekend этот показывает два дня. На субботу и воскресенье. She may not be, she may not to be, she might to be at home. Her car isn't there. Так, хорошо. У нас есть второе предложение. Второе предложение говорит, что ее машины там нет. А первое предложение здесь какое-то, то есть наше мнение. Мы считаем, что ее может быть, может быть и не быть дома. То есть мы предполагаем. She may not be или she might not be. Как вы считаете? Might not to be. Здесь, смотрите, что вам мешает, это вот это to. Я тут забыл прочитать только что. To. Might to be, might not to be. To нельзя после might ставить. Нельзя to после might ставить. То есть все эти варианты, they are not very good because you use to after might, which is totally wrong. You shouldn't use to after may, after might, after can, after could, after must, after should. Not to after modal verbs, like the ones that I mentioned. Нет, to после тех глаголов, которые я вам только что назвал. So, she may not be at home. Возможно, она и не дома. She may not be at home. Number ten. I used to do a lot of, I used to do a lot more exercise when I was younger. То есть я раньше делал намного больше упражнений, когда я был младше. I used to. Смотрим еще на эту конструкцию и запоминаем, как она прекрасно используется. То есть раньше действие происходило, а сейчас действие не происходит. То есть used to показывает контраст. Оно показывает два факта. Первый факт. Used to. Что показывает? Это показывает, что действие происходило в прошлом. Было такое. Было. И второй факт, что действие сейчас уже не происходит. То есть контраст между прошлым и будущим. I used to do a lot more exercise. То есть намного больше упражнений я делал. То есть зарядкой занимался. Но сейчас уже нет. Ситуация не та. When I was younger. Когда я был младше. И человек тоже соглашается с этим предложением. Тоже типа хочет сказать, я тоже намного больше занимался зарядкой, чем сейчас. So, здесь used to, это прошедшее время. Do. I used to do. I used to. So, здесь do, значит в прошлом будет did. И когда мы соглашаемся краткие, вот такие делаем ответики, то здесь мы берем do. So did I. So did I. Я также. So did I. So did I. Я не умею играть на пианину. Я не умею играть на пианину. Здесь отрицание. I can't, потому что neither это отрицание. Neither can I. Neither can I. Because I can't, значит мы используем вспомогательный глагол can. Вот у нас первое предложение задает тон нашему ответу. I can't play the piano. I can't play the piano. Neither can I. Я тоже не can. Не умею играть. What time do you usually go to work? Смотрите. Третий вариант. В чем проблема? Проблема в том, что после used to должно быть to. Его нет здесь. То есть в котором часу ты обычно ходишь на работу или раньше ходил на работу, а сейчас в этом часу не ходишь. То есть в котором часу ты ходил когда-то на работу. Странное предложение, но окей. Но здесь это странное предложение не подходит, потому что после used to нужно to, его нет. Именно структура used to имеет букву kudi в конце, ее нет здесь. Поэтому без d это неправильно. И usually единственный вариант, который остается, и как мы его переведем, мы переведем как нормальное предложение. Обычно в котором часу ты ходишь на работу. What time в котором часу do you usually go to work? В котором часу вы обычно ходите на работу. Это present simple описывает какую-то рутину, постоянное действие, которое происходит. Дальше тринадцатое предложение. Did you use wore glasses to wear glasses? Wear glasses. Did you used to? Used to. Used to. Used to. Used to. Будет to. Здесь to нигде нет. Поэтому b вариант правильный. Did you use to wear? Когда у вас вопросительное предложение со словом used to, то вы используете, нет, вы не используете буковки d в конце. No d at the end here. So that's correct. Did you used to wear? Did you used to wear? Used to, used to, used to wear glasses? No, 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 no. Used to, used to, used to wear glasses. Okay, okay, okay. So number fourteen. I don't like horror films. Я не люблю фильмы ужасов. И здесь нам нужно согласиться или не согласиться. Согласие или не согласие. Do I. They are awful. Они ужасные. То есть they are. Что имеется в виду they are. То есть horror films. Я меняю на they. Они. They are awful. Они ужасные. То есть don't это отрицание. Если мы соглашаемся с отрицанием, вы не используете so do I. Also do I. Тоже не используйте. Нельзя так сказать. Вам нужно сказать именно neither. Я тоже не люблю фильмы ужасов. И это будет neither do I. Движемся дальше. Двигаемся дальше. Пятнадцатое предложение. Did they used to be married? Used to be married. Помните, я вам говорил, что used to это не обязательно действие. Но used to может передавать и состояние. То есть они раньше были женатыми. Did they used to be married? Used to be married. Опять нет буковки D, потому что у нас вопрос. Видите, did, значит, тут нет D никакой. Did they used to be married? Но когда на слух вы воспринимаете, вы не знаете, есть там буковка D, нет. Буковки D. И у вас вопрос did, поэтому и короткий ответ будет did. Did they used to be married? Вы не смотрите на это be. Вы смотрите вообще на весь вопрос. Он задается с помощью вспомогательного глагола делать, поэтому did будет. Я с нетерпением ожидаю этого. Я тоже. Здесь утвердительное предложение. Здесь нет отрицания, поэтому мы не будем использовать какие-то neither, например. То есть so, I'm looking forward to it. Нам нужно разобраться. Мы используем do I, am I, or did I. Если здесь изначально в самом утверждении сказано I'm looking forward to this, I am, I am looking. So, тогда я вспомогательный глагол повторяю. So am I, so am I, I am looking forward to this, so am I. Или I like this film, если, например, I like this film, здесь у вас нет глагола быть, здесь like глагол, а like это do, делать. So do I, вы скажете. I like this film, so do I. I am looking forward to this, so am I. She is looking forward to this, so am I. Также скажете, потому что вы смотрите, какой глагол используется. Глагол do, или глагол be, или какой-то модальный глагол. I can help you, so can I. Я могу помочь вам, so can I, я тоже. Окей, I am not very warm, здесь отрицание. Мы соглашаемся с отрицанием, используем neither. Вот оно, neither. I am not very cold, am, глагол быть. Я тоже. Здесь отрицание, значит, здесь должно быть утвердительное предложение, потому что neither, оно передает отрицание, ну, то есть уже негатив. Я имею в виду не утвердительное предложение, а утвердительная форма. Neither, I am not very warm. Neither am I. Neither am I. B, вариант B. Number 18. When did you used to know Alex, were to know Alex, used to know Alex. Окей, как вы думаете, какая правильная форма здесь used to, used to, used to, то есть, наверное, used to. When did you were to know? Where to know не подходит здесь вообще. When did you used? Смотрите, когда у вас вопрос, то после did у вас будет глагол без окончания ed. То есть, берем used to. When did you used to know? Когда ты раньше знал Алекса? Когда ты раньше с ним был в хороших отношениях, знал хорошо. When did you used to know? Здесь не подходит первое. Почему? Потому что D нам мешает. Мы не можем, мы должны убрать D после used to, поэтому используем C вариант. Здесь как раз буква D отсутствует, так как нам и нужно. Итак, 19, Janetta isn't answering her phone. So we have present continuous. She isn't answering her phone. И мы делаем предположение. А почему же она не берет трубку? Вот почему не отвечает на телефон? И делаем предположение. Она, возможно, занята. Be busy – быть занятым. She can be busy. She would be busy. She might be busy. Вот это прекрасное упражнение для того, чтобы понять, что здесь нужно именно использовать might. Мы не можем использовать can. Когда вы говорите she can be busy, ну, технически да, окей. Она может быть занята, физически занята. She can be busy. Но, смотрите, грамматически правильно нужно сказать здесь именно might. Might. Потому что might передает вашу уверенность где-то на 60%. Показывает, что вы не на 100% уверены. И вот, да, might. She might be busy. Вот, возможно, возможно, она занята. She might be busy. You don't know for sure. Вы точно не уверены. Но есть такая вероятность. Number twenty. I've seen that film. Это present perfect. Have и глагол в третьей форме. Мы говорим о нашем опыте. То есть, если что, то я уже сделал в своей жизни. Я могу использовать present perfect. Present perfect for experience называется. I've seen that film. И человек с нами соглашается. Я тоже видел утвердительное предложение. Значит, so. Здесь смотрим. Ну, здесь нет вообще отрицания. Поэтому здесь не важно. Ну, утвердительное, утвердительное и хорошо. Потому что, если бы у вас было отрицательное, там, didn't, например, вы бы точно его не использовали. Потому что вам нужно в утвердительных предложениях, когда вы соглашаетесь с этими утверждениями, вы используете did, то есть, там, had или have без отрицания в утвердительной форме. So do I, например. So did I. I have seen that film. На что вы смотрите? Вы смотрите на вспомогательный глагол have seen. Вспомогательный глагол всегда ищите. И его повторяете в тех случаях, когда вы соглашаетесь с утверждением. So did I. Нет. Хочется did сказать, но оно не подходит. Я видел этот фильм. Почему did хочет это сказать? Потому что видел этот фильм в прошлом же, да? Да, это в прошлом, но это не прошлое время. Это present perfect называется. А present perfect имеет вспомогательный глагол have. Поэтому давайте скажем, используя have, но не have. So have I. Так нельзя сказать. Видите, какая здесь странность получается? У вас есть had, у вас есть have. И здесь написано именно have. I have seen that film. Написано present perfect. Но у вас нет present perfectа в утвердительном предложении, когда вы соглашаетесь. Здесь нет present perfectа как таково. Здесь нужно использовать past simple. Именно я видел этот фильм. So had I. Потому что have это present simple. Понимаете? Present simple только. А нам надо present perfect. Но что ближе к present perfect? Именно в прошедшее время. I saw it last week. So had I. Я тоже. So had I. В прошлом мы говорим. So had I. I saw it last week. Vocabulary. Лексика. Перед тем, как перейти к лексике, я хочу попросить вас подписаться на канал. Поделитесь с друзьями этим видео. Если кто-то учит английский, можете отправить. Буду очень сильно вам благодарен за это. Можете оставить комментарий, написать, как у вас дела, где вы и так далее. И поехали. Tick the correct school subjects. Нужно tickнуть правильные школьные предметы. То есть all insects have six legs. Это какой школьный предмет? Химия, физика или биология. Chemistry, physics or biology. So this is of course biology. Abraham Lincoln was a U.S. president. U.S. means United States. U.S. president. Американский президент. Geography, history, math. So this is history. If we are talking about presidents. The capital of Norway is Oslo. So geography, history or math. География, история и математика. Конечно, география. So you know the capitals because you have geography at school. Or you had geography at school. Or you used to have geography at school. Three. Shakespeare wrote. To be or not to be. Technology, science, literature. Technology – это технология. Техника. Science, наука. Биология, химия, физика. В одном флаконе science, наука. И литературе. Literature. So Shakespeare – это литературе. So 22 minus 27 equals 5. So it's not geography, of course, history, math. It's math. Не история, а математика. Number five. There is oxygen and nitrogen in the air. Oxygen – это кислород. I'm sorry. Кислород и нитроген. Нитроген – это азот. То есть азот в воздухе и кислород в воздухе – это science, technology or geography. Но это сложный, кстати, сложный вопрос. Потому что на географии может изучать там атмосфера и из чего она состоит. Думаю, спокойно могут изучать эту тему. Technology, техника. Ну, возможно. Science. Лучше science. Наука. Science подходит. Tick A, B, O, C to form the correct noun. То есть мы можем образовать существительное, прибавляя какие-то суффиксы. И вот такие суффиксы мы можем прибавить. Imagine – представлять. Да, обычно imagine – необычно, а правильно пишется imagine с буквой и в конце. Но когда мы добавляем суффикс, и пропадает. Imagination – Asian добавляем. И у нас будет imagine – imagination. Дальше шестое. Choose – choice. Смотрите, это выбор. Выбор будет choice. Choice – это выбор. Но на что нужно обратить внимание? Что выбирать, если мы скажем глагол выбирать, то будет choose. Это выбирать. Что делать? Выбирать. Choose. А choice – выбор. Здесь буква O отсутствует одна. Поэтому мы не можем сказать слово choose. Выбирать. Видите? Здесь нет O одной. Это тогда мы не можем использовать. Поэтому используем слово choice. Выбор. Number seven. Option. 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 Opted. Opted. Ну, нам нужно построить существительное. Noun. Поэтому я подумал, что в принципе можно сказать opted. Но opted – это глагол в прошедшем времени. Оптед. Как. Хотел, да? Opted for something. So option. Здесь будет опция. Предмет выбора. Option. 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 So the correct. Option here is B. Видите? Правильный выбор – это выбор B. Восьмое. Букавка D одна только. И мы можем добавлять. Нам нужно существительное. Died. Death. Died. Ну, это died – умер. Died. Умерший. Но оно здесь не подходит сюда. Died. Потому что это глагол. Не умерший. А, да, глагол. Died – умер. А смерть будет death. Death. D-E-A-T-H. Death. Number nine. Succession. Success. 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 Успех. Success. Две буквы S. Две буквы C. Success. Это означает успех. Успех. Success. Number ten. Organize. Organization. Organization. Organize. Организация. Организация. Будет через шин. Атион. Шин. Organization. Organization. Education. Образование. Education. Двенадцатое. Information. 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 Видите, как Asian – суффикс много образует существительных. Organization. Education. Information. Здесь confuse, как конфуз. Обеспокоенность, замешательство какое-то. Confusion. Будет. Confusion. Confusion. Не confuse. Confusement. Not confusation. Confusion. Confuse. Confuse. Confusion. Confusion. Дальше. Invitation. Okay. Invite. От слова invite. Приглашать. Пишется через звук окку. Добавляем. Tation. Invitation. И пропадает. И у нас добавляется Asian. Опять как здесь. Organize. Organization. Educate. Education. Inform. Information. Invite. Invitation. Invitation. Yeah. Это означает выбирать. Election. Выборы. Election. Это первое. Election. Election. Elect. Election. Двигаемся дальше. Tick A, B, or C. To complete the sentences. Your answer is different from mine. Different from. Здесь предлоги. Нужно запоминать вам. Смотрите. Different from. Отличаться от. Запишите в словари. Be different from. Отличаться от. Can you tell me the... И здесь уже будет не отличный, а разницу. Можете мне сказать разницу между. The difference between... Can you tell me the difference between Moya and... Maybe. I don't know how to read this. Я не знаю, как это читается. Maybe. Moya. Moya and maybe. Okay. If you know what it is, you can write it in the comments. The difference between Moya and maybe. Your bags exactly the same. Ваши сумки идентично такие же. As mine, of mine, with mine. So, your bags exactly the same. Exactly the same. As mine. Как мои? As mine. Exactly the same as mine. Carol looks after... Looks for... Looks like her mother. They are identical. Я подумал, сначала будет after, когда читал, потому что это присматривают за мамой. Да? Но здесь мы сравниваем и говорим, что Carol выглядит, ну, прям как мама. Они идентичные. They are identical. So, Carol looks like... Похоже на свою маму. Looks like her mother. They are identical. Number 19. His new film is quite... Его новый фильм is quite the same, is quite the similar, is quite similar to the last one. Мне очень сильно режет слух, когда я слышу is quite the similar. They нельзя перед similar использовать. Вот это ошибка. The same, это значит просто одинаковый. Мы не можем сказать просто quite the same. Достаточно одинаковый. Достаточно перед the same не ставится. His new film is the same. И все вы скажете. Одинаковый. Такой же, как и прошлый его фильм. To the last one. But no. Similar to. Быть похожим на. Be similar to. His new film is quite similar to the last one. Похожий на. Similar to. Similar to. Тоже можете записать это слово. Similar to. Похожий на. To be similar to. Быть похожим на. Дальше. Двадцатая. Martin and John have red hair. Martin and John neither have red hair. Both. Both. Оба. Имеют рыжие волосы. All. Все. Смотри. All нельзя сказать здесь. Если у вас двое людей, вы используете both. Всегда. Both. Оба. Оба. Не все. Нельзя сказать все. Martin and John. Все have. Все это все. Больше, чем двое. Это все. Здесь, если двое людей, будет both. Martin and John both have red hair. Так. Движемся дальше. Пронссейшн. Which word has a different sound? Tick A, B, or C. Кстати, не забывайте подписываться на канал. Если вы смотрите, вы не подписаны. Пожалуйста, подпишитесь на канал. Все. Спасибо. Which word has a different sound? Какое слово имеет отличительный звук? Нужно тикнуть A, B, or C. Например, poetry. Здесь O. Geography. Biology. Po. Po. O. Здесь O. G. O. Bio. Здесь O. Poetry. So poetry has a different sound. Athletics. Здесь Z. З. З. Кончик язычка между зубами. Neither. As. А здесь both. Both. Здесь S. Поэтому neither. Почему? Потому что athletics. Both. А neither. З. Science. Physics. Coincidence. Science. Science. Здесь C читается как С. Physics. З. Coincidence. Physics. Потому что S читается как Z. Coincidence. Ко. То есть я смотрю на звук, который сжигный. I'm sorry. Coincidence. Literature. I. Identical. So here we have I. Coincidence. Li. I. Literature. And here we have identical. So the correct word would be identical here. Meth. Brother. Together. So meth. S. 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 Meth. 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 Here we have brother. Together. So meth. Meth. Выпираем meth. Character. Technician. Teacher. Teacher. K. Tech. Tech. Character. Technician. Здесь не tech, а tech. Слово грецкого происхождения CH считается как K. Tech. Technician. High tech. So. Teacher. Character. Это тоже character, слово греческое происхождение. Будет не character, а character. 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 Technician. Teacher. А здесь ч. Поэтому ч мы выделяем. Ч нам не подходит. Так. Смотрим дальше. Which word has the correct sound? Кое слово имеет корректный звук. То есть вот здесь вот этот звук должен быть корректным. То есть должно быть слово, которое имеет этот звук. Chose. Это прошедшая форма от слова выбирать. Choose. Выбирать. Chose. Выбрал. Choose. Выбирать. Choice. Выбор. Choice. Ой. Ой. Здесь звук ear. Ear. Bear не подходит, потому что air. Near подходит. Ear. Were. Здесь err, поэтому у нас только вариант параллельный be. Здесь a. Might. Здесь i. Поэтому мне подходит my. Might. Education. Education. И meet. Meet. Длинный звук e. K. Education. Education. Здесь будет education. I. Decide. Afraid. Car. So decide. I. Здесь подходит i у нас. Afraid. A. Не подходит. Car. R. У нас от а не подходит. Здесь air. Like parents. So idea. I dear. I dear. Ear. Не подходит. Here. Не подходит. Hair. Здесь подходит air. Hair. Hair. Ow. Ow. Famous. Famous. This is our sound. Sound. Подходит sound. No. Вообще другое слово. Итак, друзья. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями. Нажимайте на колокольчик. И увидимся в следующем видео. Видео будут выходить постоянно. Поэтому подписывайтесь. И продолжаем учить английский язык. Пока.